Добрый день, дорогие ребята и родители! Сегодня мы будем читать новую сказку. Это сказка «Мамина сибиряка». Называется сказка про храброго зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Родился зайчик в лесу и всего боялся. Треснет где-нибудь сучок, спорхнет птица, упадет с дерева ком снега, у зайчика душа в пятке. Видите, зайчик такой грустный сидит, всего боится, смотрит в озеро, там рыбка плывет. И что же приключилось с этим зайчиком? Сейчас мы узнаем эту историю. Она очень поучительная и интересная. Смотрите, боялся зайчик. День боялся два, боялся неделю. Боялся год. А потом вырос он большой. И вдруг надоело ему бояться. «Никого я не боюсь!» – кричит он на весь лес. «Вот не боюсь нисколько!» И все тут собрались старые зайцы. Сбежались маленькие зайчата. Приплелись старые зайчихи. Все слушают, как хвастается заяц. Длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого. «Эй ты, косой, ты и волка не боишься!» Видите, все зайчики собрались и смотрят. А этот заяц расхрабрился и кричит «Никого я не боюсь!» Все удивляются, и маленькие зайчатки, и зайцы тоже. Такого еще в жизни не было, зайцев. Отвечает тогда храбрый заяц. «И волка не боюсь!» «И лисы, и медведя никого не боюсь!» «Это уж выходило совсем забавно!» Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапами. Засмеялись добрые старушки-зайчихи. Улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие зайчих волчьих зубов. «Очень уж смешной заяц! Ах, какой смешной!» И всем вдруг сделать весело. Начали кувыркаться, прыгать, перегоняя друг друга. Точно все с ума сошли. «Да что тут долго говорить!» кричал расхрабрившийся заяц окончательно. «Ежели не попадется волк, так я его сам съем!» «Ах, какой смешной заяц! Ах, какой он глупый!» Все видели, видят, что и смешной, и глупый, и все смеются. Кричат зайцы про волка, а волк тут как тут. Ходил он, ходил по лесу по своим волчьим делам, проголодался и только подумал, вот бы хорошо зайчикам закусить. Как слышит, что где-то совсем близко, зайцы кричат, и его серого волка поминают. Видите, зайцы как развеселились, хохочут, со смеху упали, кувыркаются. А этот заяц расхрабрился. «Я сам волка съем!» Говорит. А волк услышал это. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем было подошел волк к разыгравшимся зайцам, слышит, как они над ним смеются, и всех больше хвастается заяц, длинные уши, косые глаза, и короткий хвост. Вот этот заяц. «Эй, брат, погоди! Вот тебя-то я и с ним!» подумал серый волк. И начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостон заяц забрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил. «Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня! Вот я сейчас покажу вам одну штуку! Я! Я! Я!» Видите, как расхрабрился заяц. А все стоят и смотрят на него. Что же это он? Я! 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 Тут язык у хвастуна точно замерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел тахнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха упал прямо на широкий волчий лоб. Кубарем покатился. Видите, как заяц упал, покатился по спине и отскочил. Даже сам не ожидал, что так получится. Со страха у него так получилось. И скатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный зайчик. Бежал, пока совсем не выбился из сил. Ему все казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст. А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц упал, на него ему показалось, что кто-то в него выстрелил и волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный. Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто свалился в яму. Наконец, надоело всем прятаться и начали понемногу выглядывать. кто похрабрее. А ловко напугал волка наш заяц, решили все. Если бы не он, так не уйти бы нам живыми. Так где же он, наш бесстрашный заяц? Видите, зайцы потеряли его. Все спрятались, самые храбрые высунулись и стали искать, где же этот заяц храбрый. начали искать. Ходили, ходили, нет нигде храброго зайца. Уж не съел его другой волк. Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустами и еле лежит со страха. Молодец, косой, закричали зайцы в один голос. Ай да косой, ловко ты напугал старого волка. Спасибо, брат, а мы думали, что ты хвастаешься. Храбрый заяц сразу приободрился, вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил. А вы как думали? Эх, вы трусы! С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится. Видите, какая история получилась интересная с зайцем. Но он молодец, что он стал себе говорить, что он не боится. И вот спас столько много зайчиков от волка. На этом мы заканчиваем. всего вам доброго! Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. До свидания! субтитры